МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как жители села отобрали победу у городских, а участники ВИП-забега смогли забыть про статус и звание на трассе «Лыжня России»? Смотрите прямо сейчас. Спасение утопающих – дело рук самих амичей, так считают мэрии. Директор Омского управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров заявил, что в тех районах города, где ливневка есть, подтопления не будет. А вот жителям частного сектора не повезло. Им нужно поторопиться убрать снег со своей территории, иначе есть шанс уйти под воду. На сегодня уже по плану 254 таких места ожидаемых подтопления. Объем вывоза предварительно 90 тысяч кубических метров. На утро у нас чуть более 30 тысяч кубических метров. Мы уже вывезли с этих мест подтопления. И по количеству мест подтопления 75 на утро было. Ясно, что работа неактивна. По словам Владимира Казимирова, тратить бюджетные деньги на уборку снега за безответственных домовладельцев никто не будет. Уборка частных территорий в обязанности городских дорожных служб не входит. Выборы мэра Омска могут пройти уже 19 апреля, если такая возможность будет, заявил сегодня вице-спикер горсовета Василий Мамонтов. Со своей стороны городские парламентарии предложили 6 человек, которые могут представлять интересы Омска в составе комиссии по отбору кандидатов на пост градоначальника. Если их утвердят, то губернатор назначит еще 6. В этом году выборы мэра пройдут по новой схеме. Сначала кандидатов на пост отберет комиссия с 12 человек. После окончательное решение примут депутаты горсовета. При этом победителю необходимо набрать минимум 21 голос. В целом, процедура назначения нового градоначальника должна полностью завершиться до 10 мая. Двигатель торговли, который пора притормозить. Чиновники мэрии запустили операцию по зачистке города от нелегальной наружной рекламы. Таких конструкций около 600. Все они не вошли в схему, разработанную Департаментом имущественных отношений Омска, а значит, по закону должны исчезнуть с обочин городских магистралей. Но терять источник постоянного дохода, за который даже не нужно платить аренду, конечно, хочется не всем. Администрации города приходится за счет бюджета сносить нелегальные конструкции. Не все у нас предприниматели являются добросовестными. То есть мы понимаем, если бы у нас было выпущено предписание, и владелец осуществил демонтаж самостоятельно, в то время, когда это было положено, к настоящему моменту у нас уже бы, в принципе, не существовала конструкция, которая незаконно установлена, либо эксплуатируется незаконно. Но процесс этот, наверное, будет постоянен. Мы это прекрасно понимаем, что будут появляться, в том числе, конструкции незаконные после того, когда мы проводим торги. После проведения торгов на право размещения конструкции, рынок наружной рекламы в Омске серьезно изменился. Прежние лидеры, провалив аукцион, оказались в числе аутсайдеров. Так произошло с агентством «Компаньон», принадлежащим Егору Сусликову, сыну медиамагната Сергея Сусликова. Компания смогла выиграть на нескольких последних аукционах только 60 конструкций, но уходить с занятых позиций семья Сусликовых, видимо, не намерена. В городе все еще стоят рекламные счеты этого агентства. При этом вполне очевидно, что некоторые из них работают в ущерб интересам победителей торгов и городской казни. Часть билбордов «Компаньона» размещается на местах, арендованных другими предпринимателями. Игроки рынка предполагают, что 80% сети «Компаньона» может быть вне закона, хотя участвовать в открытых аукционах возможность была у всех. Подали заявку, приняли участие, торговались, не смогли выиграть по ряду причин. Не знаю, что там двигало деньги, отсутствие желания, еще что-то, не могу сказать. Но, тем не менее, после торгов начинается вся вот эта вот, извините, возня. Торги неправильные, это все не так, предприниматели под угрозой, надо всех срочно защищать. Кого защищать? Все, кто хотел, приняли участие. Кто-то смог выиграть, кто-то не смог выиграть. Но это рынок, это нормальные, обычные условия работы. Торги принесли в городской бюджет 206 миллионов рублей. Для сферы наружной рекламы это рекордная цифра. К тому же рынок, еще недавно работавший по законам 90-х, стал прозрачнее и понятнее. Казалось бы, все должны остаться довольны. И бизнес теперь защищен, и бюджету обеспечены отчисления. И все действительно довольны, кроме агентства «Компаньон». Президент неоднократно призывал не кошмарить законный бизнес. Для наших чиновников это давно уже не проблема. Они научились виртуозно сначала вполне легальный бизнес выводить из правового поля, а потом уже кошмарить его за незаконность. При этом чиновники не могут снести некоторые конструкции агентства «Компаньон». На них наложены обременительные меры в связи с судебными процессами. Егор Сусликов пытается доказать в суде свое право размещать рекламу там, где привыкли. Ну и что с того, что размещать рекламу в таких случаях нельзя? Закон, судя по всему, писан не для всех. Особенно, когда речь идет о многомиллионных доходах. Ведь чем дольше будет длиться судебный процесс, тем больше «Компаньон» сможет заработать на незаконной рекламе. Он, когда защищает свои интересы и когда выступает в суде, он же не озвучивает, что я ежемесячно получаю там по 7-8 миллионов доходов с этих рекламных конструкций. Он же считает, что эти деньги он получает законно, потому что он же отстаивает свои законные интересы. Вопрос в том, что задача, скажем так, оперативно отстоять свои интересы у него нет. У него задача затянуть, сделать этот процесс длительным. Позицию Сусликова другие греки рынка называют не иначе, как политикой двойных стандартов. На словах он переживает за бизнес и радеет за закон, на деле мешает другим предпринимателям и нарушает правила, которые одинаковы для всех. По мнению представителей медиа-сообщества, эта рекламная история вполне может послужить поводом для тщательного разбирательства правоохранительных органов. Незаконный объект простоял в центре города больше 10 лет и только теперь попал под снос. В 2016 году недовольные жители улицы Тарской пожаловались на него в горсовет, заявив, что этот автосервис занимает проезжую часть, землю, где проходят коммуникации и представляет опасность из-за специфики своих ремонтных работ. Уже в ходе проверки специалисты определили, опасность была и для работников мастерской. Владельцы сервиса не следили за состоянием недвижимости, крыша сильно прогнулась под тяжестью снега. Была проведена проверка в рамках муниципального земельного контроля. Данный факт был установлен, материалы были направлены в суд. Решение суда вступило в силу уже год назад. Нерадивые предприниматели со своей стороны ничего не сделали, хотя решение суда четко указано, что снос объекта за счет средств данных предпринимателей. Снос завершится примерно в течение двух суток. Хозяевам сервиса дают возможность вывести оборудование. За 2016 год Департамент имущества при проверках и по жалобам граждан выявил в Омске еще семь незаконных объектов. Одновременно 12 аналогичных дел находятся в суде, который все и решит. В итоге 19 строений также могут быть снесены. Работать на государство разрешили бесплатно. Верховный суд постановил, бизнес имеет право заключать с госорганами контракты ценой в ноль копеек. По мнению юристов, если условия договора не подразумевают аукциона, то претенденты на него могут предлагать любые условия, а госорганы выбирать максимально выгодные для бюджета. Ранее антимонопольная служба заявляла, что госконтракт должен быть возмездным. Однако, считают эксперты, нулевая цена вовсе не означает наличие теневых схем, поскольку частное предприятие может быть заинтересовано не только материально, а победу в конкурсе использовать в других торгах, в частности, когда в условиях есть обязательный пункт – опыт госконтрактов. Век нефти уходит, на смену ему приходит время высоких технологий. Представители частных компаний, демонстрирующих на Омском IT-форуме свои последние разработки, уверены, за ними будущее. Но для его воплощения, в том числе и в Омске, необходимы высококлассные специалисты. Но чем перспективнее сотрудник, тем дальше его профессиональные перспективы от Родины. Дефицит кадров – главная проблема, подтверждает советник президента по развитию интернета. Впрочем, тут же добавляет Герман Клименко, в России наметился новый тренд. Я могу сказать, со своей точки зрения, есть тренды на возвращение. Многие, получив опыт там, возвращаются сюда, на хорошие позиции, на хорошие заработные платы. В наших компьютерных компаниях зарплаты почти не отличаются от зарубежных, а стоимость жизни у нас здесь поменьше, чем за рубежом. По мнению Германа Клименко, это главный фактор, мотивирующий высококлассных программистов и инженеров работать в России, а не за океаном. Гости форума подтверждают – IT-сектор в России активно развивается. На Омском форуме топ-менеджер белгородской компании, внедряющей высокие технологии в сельское хозяйство, ищет новые бизнес-контакты и бюджетную поддержку. Наша компания является, вот в прошлом году получили грант на разработку системы эффективного землепользования с использованием бесплодных летательных аппаратов. Это, конечно, очень дорожок, спасибо государству, но это малая толика того, что хотелось. Несмотря на трудные времена и дефицитный бюджет, Омское правительство все-таки изыскало деньги на развитие высоких технологий. Два года назад в Омске открылся единственный в Сибири IT-парк. В его резидентах сегодня числится уже 27 омских компаний. IT-парк, который мы запустили для того, чтобы резиденты могли не просто быть разрознены где-то в различных точках города, а были объединены общей идеей, общими направлениями. Сегодня все пока идет на областной бюджет, и мы понимаем, что это деньги, которые будут потрачены не напрасно, это деньги, вложенные в наше будущее. Бизнес-интеграция – одна из компаний-резидентов Омского IT-парка. Разрабатывает программы для оптимизации хранения и доставки товаров. По словам ее директора Сергея Когана, на Омском IT-рынке сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть местные компании, которые пишут отличный софт, востребованный за рубежом. С другой – омские предприятия, которые нуждаются в автоматизации. Но, как оказалось, выйти на мировой рынок проще, чем наладить сотрудничество с местными производителями. У нас в Омске есть достаточно большая пропасть между компаниями, которые занимаются чистым IT, и компаниями, которые занимаются чистым производством. Есть некий информационный барьер. Почему он есть, и как его преодолевать? Вот, наверное, IT-форум – это одно из средств, который должен в этом помогать. Самая зрелищная часть форума – фестиваль «Робофест». Ученику 4-го класса Александру Ермоленко всего 10 лет. Несмотря на свой юный возраст, он уже настоящий робототехник. Тут очень сложный механизм с поднятием и опусканием маркера. Блок NFT. Тут поднятие маркера. Тут еще должен стоять мотор, чтобы его поднимать. Мы пока не сделали. У нас почти готова вся фигура, и мы можем занять первое место. В будущем Саша мечтает стать конструктором роботов не игрушечных, а самых, что ни на есть настоящих. Уже в марте победители Омского этапа отправятся в Москву на Всероссийский робототехнический фестиваль. А организаторы IT-форума надеются. Юные гении не только привезут домой дипломы победителей, но через несколько лет обеспечат региону статус высокотехнологичной территории. У чиновников есть еще несколько лет в запасе, чтобы обеспечить будущим специалистам достойные условия работы и жизни. Все хотят диплом юриста, а в стране нужны сварщики. В Госдуме озаботились профессиональным будущим российских школьников и предложили вернуть уроки профориентации. По мнению авторов инициативы, если в самое ближайшее время не внести изменений в школьную программу, через несколько лет на рынке труда появится целая армия безработных юристов и менеджеров, а цеха промышленных предприятий, напротив, будут пустовать. Тесты, проведенные в российских школах, показали, ни сами школьники, ни их родители, ни учителя понятия не имеют, какие профессии будут востребованы на момент окончания выпускниками вузов. Чтобы стать героем криминальной хроники, достаточно пяти минут. Именно на это время Амич оставил без присмотра телефон на столике в кафе. Как пояснил оперативникам потерпевший, он решил подзарядить мобильное устройство и не думал, что кто-то этим воспользуется. Дознаватели городского отдела полиции номер 7 выяснили у персонала бара, что подозреваемым может быть другой посетитель, 40-летний мужчина. В ходе следствия удалось установить, что похититель ранее был судим. Сейчас он задержан, а украденное имущество изъято и возвращено владельцу. При допросе подозреваемый пояснил, что похищенный он был в ломбард, денежными средствами распорядился в последующем по своему усмотрению. По данному уголовному делу было принято решение возбуждения по части 1 статьи 158, что предусматривает санкции 2 года лишения свободы. Символическое солнце недорого. Омск входит в десятку регионов с дешевым набором продуктов для главного угощения на масленицу. По расчетам экспертов, амичи могут испечь 30 блинов, потратив всего 70 рублей. Правда, возглавляет список с эконом-вариантами Республика Татарстан, а Омская область лишь седьмая в этом рейтинге. В качестве утешения можно отметить, что в соседней Тюмени масленичная неделя влетит в копеечку. Этот регион попал в десятку, где один из самых дорогих блинов в стране. Дистанция в 10 километров – самая длинная в этом зимнем забеге. Именно здесь собрались сильные амбициозные спортсмены лыжни России. В этом году в соревнованиях в Омске приняли участие почти 4000 человек. Причем юным лыжникам едва исполнилось 4 года, а самый старший спортсмен-любитель недавно отметил 80-летний юбилей. При этом конкуренцию городским составили жители села. Так на участке в 5 километров победу завоевала Алена Потапова из Азовского района. Пыталась убежать, не получилось, и пришлось лежать за группой. И на финише уже разбираться. Времени на раскатку чиновникам и депутатам, привыкшим к коротким совещаниям минут по 40, урезали до 10. В 2017-м вип-участники пробежали 2017 метров. Здесь все как в большом спорте и политике. Победа достается сильнейшим, а статус тут особой роли не играет. Первые места вип-забега забирает творческая научная интеллигенция. Самым быстрым оказался проректор УМГА Владимир Кумпан. Впрочем, депутаты городского совета и законодательного собрания тоже установили свои личные рекорды. Конечно, тут наши коллеги-депутаты, Антропенко Игорь Александрович в частности. Но из того, кого я обогнал, это господина Фабрициуса. Мне удалось обогнать уже определенные достижения. Лыжня России – это, пожалуй, самый массовый общенациональный флешмоб, поскольку в один день на лыжи встали жители разных регионов и в каждом были свои особенности. Судя по видеоотчетам в соцсетях, жители Новосибирска заранее бронировали костюмы тигров, рассчитывали, видимо, так запугать соперников. А в Санкт-Петербурге спортсмены получили по шапке, причем в прямом смысле этого слова. В городе на Неве посчитали, что головной убор с символикой состязаний станет отличным стимулом для дальнейших занятий спортом. В Омской же области организаторы решили, что лучшая мотивация – это положительные эмоции. Самое главное, что дают такие мероприятия, такие спортивные состязания – это радость, радость общения и удовольствие от занятия спортом. Судя по прогнозам метеорологов, лыжня России, правда, подарила мячам последний шанс получить много позитива и попрощаться с зимними видами спорта. Уже на этой неделе большая часть лыжных трасс попросту растает под теплыми солнечными лучами. Температура воздуха будет уже со знаком плюс.